Так, я даже не знаю, чем мы будем сегодня заниматься, потому что я говорю, вчера целый день готовился к урокам, сегодня я немножко замотался, даже ночью спал, в общем, пошла какая-то у меня зоопарка. Видео-то как? Собираетесь снимать? Собираюсь, но вот я говорю, даже вот сегодня, может быть, если вот... Смотрите, снимите, пожалуйста, к пятнице, чтобы там все было готово, у нас сегодня есть чем заниматься, поэтому можете не переживать, у нас тут много упражнений, что мы с вами должны будем сделать, поэтому видео мы с вами перенесем на пятницу, хорошо? Хорошо, но до пятницы, я думаю, что вы снимете видео. Вы прошли под той ссылки, которую я вам дала? Нет, еще. Ну, в общем, попробуйте зайти, я думаю, что зайдете, и там как раз можете почитать копирайтинг, и можете сделать как раз 7 уроков по зарабатыванию денег. Там последний урок для меня был очень сильный, на самом деле я заработала целых 7 тысяч. Мне взяли еще одну консультацию, вот, и сегодня вот сейчас как раз я ее провела, так что все замечательно, все хорошо. Так, что я хотела сказать? Вадим, а у меня еще такой вопрос, скажите, пожалуйста, а можно вычислить человека, который, допустим, создает левую страничку ВКонтакте? Не знаю, вряд ли. Да? Все, поняла. Тогда поехали. Ну, я не специалист. Первое, что мы должны с вами будем сделать, я так понимаю, что вы у нас не разрабатывали свой речевой аппарат, правильно? Да, я тут... Все, пошли. Да, да. Поехали, поехали. Дышим животом. Вдохнули, хорошее настроение, выдохнули, плохое. Прямо руку на живот положите, чтобы вам было удобно. Хорошее вдохнули, плохое выдохнули. Хорошее вдохнули, плохое выдохнули. Отлично, супер. Дальше поехали мы с вами голову немножко, чтобы у нас с вами кровь привела к нашему речевому аппарату. Замечательно. Дальше давайте сделаем быстрый прокол из щек. То есть поиграем пинг-понг язычком. Теперь сделаем а-с. 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 То есть вперед язычок говорим а-а, заход заносим, а язычок с-с. То есть сначала высовываем как можно синее, потом убираем как можно дальше или что? Нет, нет, нет. Как мы букву с произносим точно так же. То есть а-а-с. А-а-с. Так, замечательно. Как у нас практически все получилось с вами. Так, теперь поехали немножко к губке. Трубочку вытягиваем. Право-влево. Вправо-влево трубочку. Ага, вправо-влево. Не щеки, а трубочку старайтесь. Чтобы трубочка была впереди у нас. Теперь попробуйте сделать круговые движения. И в обратную сторону. То есть перед тем, как записывать видео, это в принципе очень будет хорошо. Теперь на три пальца. Быстро. А-а. А. Можете быстро делать? А. Еще. А. Ниже. Во. А. Ниже. Как у стоматолога. Нормально. Или у врача. Да. Ну ничего. У вас просто темпоритм, он очень медленный. А надо делать быстро. Так. Дальше. Поехали мы с вами. Мод с упражнением на подвижность. Так. Давайте мы сразу сделаем упражнение на подвижность нижней челюсти. Да. Шиты-тых-шиты-тах. Ой. Шиты-ты-шах. Вот. Смотрите. На одном выдохе. Шиты-ты-тах. 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 Шиты-тах-шух. Шиты-ты-тах-шах. Мы с вами делаем. Шиты-ты-тах-шах. Выдохнули. Шиты-ты-тах-шах. Выдохнули. Ага. Шиты-ты-тах-шах. Выдохнули. Шиты-тах-шах. Шиты-тах-шух. я вам скидываю давайте пробуем а теперь побыстрее вдохнули на шах выдохнули сказать вы мне посоветовали стоя я сейчас урок стоя провел я понимаю конечно что так по идее лучше но у меня ощущение что нос видно с непривычки я человек немножко сутулы мне надо привыкнуть спину держать вот я прям заметил я как бы начинаю вот так вот вперед начинаю об стол опираться вместо того чтобы прямо стоять какой гордый осанки ты не получается это уверенный нет вы можете когда захотите там сесть ничего страшного там допустим у вас пять уроков за день больше не будете все пять стоять пять уроков за день это и мне еще мечтать только приходится будем мечтать и все мечты как говорится сбывается и еще держите планку по утрам вот говорю начните с 30 секунд и все а потом у вас пойдет пойдет в привычку войдет хотя бы через день вот прямо через день я делаю планку все будет вам счастье потом мышцы накачаются на самой вдоль позвоночника я знаю что это надо да я даже читал где то что вот у человека у которого спина как бы слабые вообще от мышцы вялые вы знаете что даже у человека такого ну и вообще который там депрессии в каком-то в унынии у него даже включается программа самоуничтожения депрессия по сути программа самоуничтожения как бы вот заползи в угол и сдохни потому что ты же не жизнеспособен а мы все природа и прям вот записано где-то глубоко поздно даже самоуничтожением это очень плохо вот я вот более-менее приучил себя вот какую-то такую зарядочку делать надо еще и почаще делать давайте я вас верю я горжусь а еще как разбогатеете пойдите фитнес и возьмите фитнес тренера но сначала надо вообще просто могу потом сказать вам у кого вы сможете взять и консультацию чтобы узнать какого фитнес тренера надо выбирать потому что это очень опасно некоторые просто испортит вас все вместо того чтобы вылечить поехали шатитых шах а то я просто только что урок был и как-то да нет нет шиты тыт шах шиты тыт шоу шиты тыт шух шиты тыт шех шиты тыт шах все да молодцы можно было бы быстрее конечно вашем варианте ну ладно яшма в замше сам шит сам шит как ты крепко шит так сейчас я секундочку вам вышлю поехали яшма в замше сам шит сам шит как ты крепко шит а теперь побыстрее там один из этих сам шит ты случайно не вместе должен быть нет и оба раздельно смысл смысл этой фразы не пойму это сам шит сам шит как ты крепко шит это скороговорка яшма в замше сам шит сам шит как ты крепко шит отлично молодцы так теперь поехали на закругление сделаем скороговорочку читать закольцовано будем сейчас а напишите пожалуйста домашнее задание еще до пятницы снять не видео отзыв видео отзыв на вас и на что ну то есть понравилось не понравилось что понравилось допустим да что было тяжело что было легко что было понятно что было непонятно вообще продвинулись вы чтобы вообще получили как у вас результат хорошо без видео визитки к занятию не допускаю ой без видео отзыва иначе потом это я уже знаю, как это бывает, что фиг дождёшься называть. Мне видео-визитку, по идее, надо, и парочку видео, вот как раз с хорошей камерой, может, это меня смотивирует. Так, ну ладно. А что значит читать закольцовано? По кругу. В смысле? Около кола, колокола, околоворот, коловорот. Около, околоворот, коловорот. Три раз давайте. Около кола, колокола, околоворот, коловорот. Около кола, колокола, околоворот, коловорот. Около кола колокола, околоворот коловорот, околокола колокола, околоворот коловорот, околокола колокола, околоворот коловорот, околокола колокола, околоворот коловорот. Молодцы. Так, дальше. Теперь быстро. Купите кипупик. Поехали. Купите кипупик. Только очень быстро. Купите кипупик. купите пику нет купите кипу пик купите я вам camera я понял я помню это просто самое сложное наверное купите кипу пик купите кепу кип купить эти пупик купить эти пупик купить так мы сделали дальше поехали так а вот самое сложное для нас будет упражнение наверно но это нас ждет великое будущее итак вы помните делали с вами четыре раза на одном добавляем с вами еще две и нам надо будет попробовать на 4 раза на одном дыхании одно дыхание набираем 4 раза то есть то есть заканчиваем опять начинаем п conduct Cla s PETER вода чеков unquote чудовую фонд вода чековуджи . вода чеководы 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 чеководжи астролог чеководжи тысяч ободы brain друг дча заводы че 12 у тебя тебя сейчас два старца вот эти 200 столбца мы соединяем да я просто не заметил скопировалась по дачи лоды чик у дачи шо дачи воды че фода че годы че задачи у дачи лодочи кодыч еще дычи воды че фода че гуды часу дычи воды че водой чик под и че щадоче воде че кобычей . да вот это вот смотрите не делайте там паузу потому что все еще дачи сказали бодочи пошли него дача бодочи сейчас еще один добавляю мы прям идем на экстрим сейчас будете 333 столбца делаем на одном дыхание надо ускорить надо ускориться три раза у нас получилось хорошо сюда дачи ну-ка зодичь и жодичь и садачи вот эти роды че садачи жодачи садачи вода че роды че садачи жодачи три раза у нас получилось да и мы молодцы еще добавляем сколько получится столько давайте сначала прочитаем их к это что я добавила до дачи но дачи садачи ходачи до дачи но дачи садачи ходачи теперь самого начала то есть наша задача четыре раза произнести на одном дыхание но и скорость у нас увеличивается еще больше Fody числа дачи годы че что дальше 25 будем упрямо . emos Merci autographぜ из той дачи тот что продажа bunch of people и мы ее по дачи подачу 100 код и чувствую годы че фодыче годыча воды че родились мод ну да но все равно молодцы да какие это получается мы один столбик мы точно произнесли 4 раза и еще второе столбик мы еще получается произнесение произнесли то есть у нас получается вы как-то так интересно вдох делаете знаете такое чувство вот травку вы травку курили раньше затянулся нормально пошло поеду поеду так ну давайте попробуем что у нас получится еще если мы добавим но это последний столбик там три штуки будет то есть смотрите чтобы вам успеть больше сказать вам надо уже то есть вам надо уже просто быстро все это говорить увеличить темп порыв уже так как мы еще не делали подучи лович и кода чё-то че-то будучи фоды че-то 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 че ла дача кодэчи Щодочи, бодочи, фодочи, годочи, содочи, фодочи, родочи, содочи, жодочи, додочи, нодочи, содочи, ходочи, модочи, тодочи. Все, уже на последнем сломался. Молодец, молодец, молодец. Ну, темпоритм у нас все равно немножко увеличился. Мы с тобой молодец. Я сейчас вот пересматривал даже вчера или позавчера свои видео, которые я выкладывал на канале. Какой ужас. Мне самому их скучно смотреть, как там люди смотрят. Надо, конечно, как-то и побойче, и поинтереснее, и более динамично. Интересные это акценты, опять же. Это где-то сравнение, может быть, жопу с пальцем. Вот вам, пожалуйста, секс, жопа и палец. Все сразу понятно. Секс, еда, туалет, юмор, то, что нас всегда цепляет людей. Так, сейчас мы с вами сделаем такое немножко интересное упражнение, не по сценическому мастерству. Мы с вами сейчас, вы мне руками, языком, не знаю, головой, чем хотите. Значит, будете показывать жесты через стекло. Представим, что вы сейчас за стеклом, и я за стеклом, то есть я вас не слышу. Ваша задача будет мне объяснить жестами, что вы от меня хотите. Ну, соответственно, предлагаемое обстоятельство, я вам буду давать те, которые я буду давать. Я-то буду знать, что я вам даю, а вы, соответственно, попытайтесь мне что-то там сказать и объяснить. И пресс первое задание, принеси мне шапку, я ее забыла. Принеси мне шапку, я ее забыла. Что-то у вас с микрофоном, что ли, я ничего не слышу. Принеси мне шапку, я ее забыл. Что вы хотите, я не понимаю. Без звука, без звука, ваша задача, без звука. Принеси мне шапку, я ее забыл. Я не знаю, как вы мне будете объяснять. Вы за стеклом, я за стеклом. Вам надо мне жестами показать, что я должна вам принести шапку. Вы ее забыли. Не знаю. Во-первых, кто? Да? Кто? Ну-ка. Кто? Кто? Так. Там нет. Что? Сделай. Да? Можно так? Теперь поярче все будете показывать, ясно? Переигрываем. Так, поехали дальше. То есть нам, вам надо дословно постараться. Принеси мне шапку, я ее забыл. То есть принеси можно было вот так вот, да? Ты это ты, соответственно, мы рукой показываем как-то вот так. Так. Вынеси мне денежки на мороженое. Это что-то насыпать, птичек покормить. Да. Я вот показал, показал. Деньги у меня. Да, да, я поняла, поняла, поняла. И вот я вас переспрашиваю, что тебе принести? Вот. Типа, что это? Отлично. Молодцы. Дальше едем. Очень пить хочется. Это, мне кажется, везде бросает жест. Вот, пожалуйста, видите, вот акцент, который вот сразу цепанул. Здорово, вы молодец просто. Так, выходи гулять. Пожалуйста, все просто, ясно и понятно. Вы гениален просто. Так, дальше. Я не хочу домой. Угу. Угу, можно ли... Можно так... А, это уже я не буду с тобой спать. Я с тобой... Спасибо этому Тому, пойду к другому. Да. Так, я на тебя обиделся. А на кого? Вы не уточнили, на кого? Угу. Я не могу понять, а камера-то у вас где стоит? На мониторе. А почему вы туда куда-то смотрите? В смысле? Ну, на камеру же работают-то я, на тебя, да? На камеру же я работаю. А вы как-то просто туда смотрите? Не знаю. Так. Угу. Все. Да, как-то я... Как-то вы все нормально переживаете. Все хорошо. Так. Теперь давайте мы с вами сделаем эмоцию, сарказм немножко, да? Помните, мы с вами делали с заменой. То есть у нас ставится человек определенный. Негатив мы делали, да, на человека, которого мы ненавидим. Позитив мы делали на человека, на ребенка или на котенка. Есть эмоции, грусть, обида, сарказм, изумление, умиление. Что выбираете? Страх еще есть. Что бы хотели попробовать? Или ничего не хотели попробовать? Такой вариант ответа тоже принимается. Я уже не знаю. А кто знать-то будет? Что выбираете? Так. Ну, что там было? Я помню, кстати, сразу вспомнил из какой-то старый фильм. Там тоже была актриса. Она куда-то там хотела, какой-то сериал или фильм. И попросили показать изумление. И она настолько переиграла, что прям все там выпали в осадок и ее взяли. Не знаю, может им это и нужно было. То есть вот как-то вот... А, может быть. Ну, потом режиссерную съемочную площадку он же может уменьшить. Лучше переиграть, чем не доиграть. Поэтому он может уменьшить. Итак, какую эмоцию берем? Давайте изумление. Ага, давайте изумление. Так. Сейчас мы сделаем изумление, потом попробуем новеллу Ингибарова почитать. Правильно. С цензурочками, с остановками. То есть как вы видите, как вы чувствуете. Так как мы практически с вами поработали со словом. Если будем считать, что один раз вы наконец-то написали целый сценарий для своего видео, то вообще-то что? Итак, изумление. Смотрите, изумление – это смешанные эмоции, это удивление и радость. То есть представьте себе, что вы вот о чем-то долго-долго мечтаете. Я все время мечтаю, уже в каком видео говорю, что я все время мечтаю, что я просыпаюсь, у меня в день рождения, у меня под потолком шары просто. Хоть в один... Подарил мне вот такой вот подарок. То есть я удивляюсь. Вот я проснулась, открыла глаза. Для меня это удивительно, и в тот же самый момент это радость. Поэтому. Это плюс еще будем считать, что эта эмоция у нас немножко исполняет наши мечты, скажем так, желания. Это реально может что-то сделать. Поэтому у вас сейчас есть такая возможность, что о чем вы давно там мечтали, это увидеть, что вам кто-то просто так подарил. И вы, соответственно, и удивляетесь, и у вас тут радость идет и получается... Вот оно у нас. Как бы мы, знаете, мы даже вдох, может, какой-то делаем, который выдох мы уже сделать не можем. То есть у нас еще и тело наше начинает работать, да? Вот, то есть телом вдох сделали, нам помогло это. Потом вот эту радость, а-а-а-а, можно выпустить уже даже через звук. Пожалуйста, задействовано море разных вещей. Да, и тело, и звук, и руки даже можно тут задействовать. То есть можно немножко себя оживить, поднять свое настроение даже. Вот. Главное, увидеть это вот. Если вы ставите перед камерой то, что хотели бы увидеть. То есть у вас нет несуществующей камеры, у вас стоит там димузин. Так, кто бы вы, о чем бы вы мечтали, чтобы вам подарили, что вам подарили, что вам подарили, день рождения. Фантазия может быть безгранична, хоть путем в Шотландии. Чувку в Шотландию. Нет, нет, это ваше должно быть желание. Ну, я понял, понял. Так. Ага, смотрите. Сейчас попробуем это сделать все одновременно. Нет, вы молодцы. В любом случае, Вадим, мы говорим, мы молодец. В любом случае. Вот я вот как-то заметил, я звук из себя с трудом выпускаю. Видимо, вот какая-то зажатость с детства. Вот не любил я как-то проявлять свои эмоции. А так бы, конечно, так вот получилось бы там. Нет, это вы знаете. Это я не знаю, что вы увидели. Такое чувство, что монстр какой-то. И вы то ли радоваться. Вроде как монстр, которого я хотел, но он какой-то живой и большой идет на меня со страшной пеной во рту. Вот примерно вот такой вот эффект получился. Вы ставите это, да, и у вас получается, понимаете, Нарин? Вы так не бойтесь показать свою радость. Переигрываем. И не важно, как это будет смотреться. Поехали. Так, еще раз изумление? Конечно. Вот, 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 молодец. Посмотри, первый вариант обязательно, хорошо. И второй вариант, хорошо? Вот второй вариант прям, прям. Я горжусь тобой. Вот, что я могу сказать. Так, поехали, читаем новеллу Леонида Ингибарова. Можете сначала про себя или просто сразу в ту. Вы смотрите сами. Главное мне, чтобы вы прочитали так, как вы считаете нужно. Можете сначала про себя прочитать все-таки, поректировать, а потом не нужно. Так, ну я так проглядел, сейчас попробую сразу. Так, значит, после глаголов надо паузу, да? Идея. Дорога. Я уезжаю. Я завтра уеду. Дорога длинная-предлинная. И такой же длинный поезд. Состав из десятков, а может быть сотен тысяч вагонов. Сто окон в каждом вагоне, потому что каждый вагон – это столетие. Я войду в последний вагон, чтобы быть хоть немного ближе к тебе. Ага, вот последняя строчка. Так молодцы, да? Там пару. Я войду в последний вагон. Зурочка, там запятая даже стоит. Чтобы быть хоть немного ближе к тебе. То есть, смотрите, мы послед... Вот всегда последняя строчка у нас ставит... Последняя строчка у нас ставит точку. Поэтому здесь можно, чтобы зритель понимал, здесь можно почаще делать цензурочки. Дорога. Я уезжаю. Я завтра уеду. То есть я завтра уеду – это два важных слова. Дорога длинная-предлинная. Такой же длинный поезд. Состав из десятков, а может быть сотен тысяч вагонов. Сто окон в каждом вагоне. Потому что каждый вагон в эти столицы. Я войду. Знаете, это важно. Уважаемый, чтобы быть вагон. Это очень важно. Если вы не войдете, то не будет вот этого, чтобы быть хоть немножко ближе к тебе. Нет, вы хорошо прочитали. Мне очень понравилось, чтобы вы прочитали. Вы просто молодец. Давайте последнюю строчечку мы с вами закрыли. И у нас все хорошо. Так. Вот в своих видео тоже, да? Вот задачи по программированию тоже надо так читать. Поэтому надо писать. Надо писать, прочитывать, прорепетировать. А потом как бы вживую все это говорить. И ничего страшного в этом нет. Даже если человеку же важно все равно качество. Ему важно получить информацию. Не тык-пык-мык-вык-тык. Слово я сейчас скажу. И так далее. А важно человеку конкретно быстро получить информацию. У нас сейчас быстрый век. У нас сейчас мозг на 70% начинает быстрее работать. Чего-то там научно, там чего-то нашли, что мы развиваться стали на 70% быстрее. Не на 7, а на 70% наш мозг. Вообще люди стали развиваться. Так что вы представляете, что человеку нужна быстрая и конкретная информация. Поехали в последнюю строчку. Я войду в последний вагон, чтобы быть хоть немного ближе к тебе. Гениально. Чтобы быть хоть немного, Сизурочка, ближе к тебе. Понимаешь? И тут я сделаю тебе так, чтобы я кончила. Вот. Понятно? Молодцы. Нет, было очень хорошо. Сейчас давайте попробуем еще что-нибудь. Вы схватываете быстро на лету прям. 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 Молодец. Не ученик, а золото. Если помню, еще делал домашнюю работу. Домашняя работа. Это мы, значит, видео вы мне все-таки в пятницу снимаете. Да? Это первое. А второе. Отзыв. О курсе по сценической речи. Говори эмоционально. Действительно ли мы с вами говорили эмоционально? Так. Можете сначала глазами пробежаться, а потом уже почитать. Это я читал, кстати. Да и то читал, но то совсем забыла. Это вот я помню, да. В начале на закате под деревом у реки кто-то поцеловал девчонку. Потом были племена, государства, воины, олимпиады, восстания, освенцы, свобода, гении, миры, вселенная. Это все было потом. Но в начале во вселенной, в одной из галактик, на планете около солнца, у реки, на закате, под деревом кто-то поцеловал девчонку. Вадим! Это так здорово! Вы просто молодец! У меня просто слов нет. Это что, мы так быстро научились? Или это у вас был скрытый талант, который вытащили наружу? Или он у вас был? Вот это вот новелла, это все, вы меня убедили, что программисты тоже бывают. Так, давайте мы сейчас сделаем еще одну вещь. Мы с вами почитаем скорую кавуру быстро. Хорошо? Вместе по ролям давайте попробуем. Паралям. Вы мне будете... Расскажите про покупки, про какие пропаганды. Моя будет с фразой одна. Про какие пропаганды. Хорошо? Ваша задача, все равно, меня, так сказать, вытащить на то, чтобы я вам показала все свои платьишки, цветочки. Такие костюмчики, что я с вами купила, и куфельки, и так далее. Поехали. Расскажите про покупки. Про какие пропаганды. Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Ага, теперь быстрее. Ваша задача убыстриться еще раз. Расскажите про покупки. Про какие пропаганды. Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Ну-ка, сделайте вот это быстро. Про покупки, про покупки, про покупочки свои. Молодец, умничка. Так, поехали дальше. Рыла сегодня, ага, давай попробуем вот это. Нет. Ага, 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 ага. О, интересно. Сейчас, это интересно. Интересно. Давайте. Что, и все? Да. И все, давайте. Пакет под покор... Так. Пакет под покор... Да, П как раз проходили, давайте. Пакет под попкорн. А теперь быстрее. Пакет под попкорн. Еще быстрее. Пакет под попкорн. Попкорн, да. Пакет под попкорн. Да, сложновато. Так, теперь давайте мы с вами еще сделаем такую эмоцию, как умиление. У нас с вами, по-моему, в тот раз позитив получился, правильно? Вроде, да. Угу. Так вот. Теперь, значит, мы с вами ставим опять котеночка или ребеночка, я не знаю, на ком, не помню, честно сказать, на ком мы с вами делаем тогда позитив. Вот вы ставите, ну, я сейчас котеночка. Знаете, бабушки особенно, вот когда маленький ребеночек рождается, да, бабушки обычно... Усики, усики, какая у нас пиписочка, да? Вот, то есть мы уменьшаем наш позитив до усиков-кусиков. То есть ты пусиночка какая-то, а? А глазеночки-то у кого такие? Это у нас бабушки любят вот так вот. Вы можете просто представить, какой вы дедулечка, и как вы любите вот что-то вот малюсенького котеночка, крохотулечку, пуписеночка. Вот, давайте пробуем. Только обязательно наша задача, еще раз повторяю, мы ставим это видим. Мы видим не камеру, мы видим конкретно вот этого или маленького котенка, или маленького ребенка, вот что-то в этом. Мы прям ныряем туда, в наше воображаемое. Это еще развитие воображения. Я совсем уже дурак, мне все попало. Поехали, поехали. Кто только что смотрел видео там про кроликов, но там никакого умиления не было, там громадные вот такие кроли по 8 килограмм, такие лошади, вот их там, в общем, человек их там разводят на мясо, так что... Нам надо малюсенького. Никакого, там довольно все цинично, вот. Это вот я не знаю у кого. Давайте пробуем, пробуем. Или маленького ребенка видим, или маленького котенка, или маленького кроличонка, кого хотите. Главное маленького, с маленькой пипиской, беззубеньким ротиком, пальчики, у кого такие маленькие, маленькие, маленькие пальчики. Давайте. Я не могу, это настолько для меня непривычная эмоция. Никогда я так не сисюкал и с тем. Вот. Ну, наверное. Так. Так. Не знаю. Пробуем. Хотя бы попробуйте. Пути-пути, какой мусик. Не знаю. Ладно, не буду над вами. Пуси-муси, какой пудик. Теперь смотрите, ваши победы сегодня. Ну, не знаю. Даже полно всего. В смысле на занятия? Да. На занятия. Какие были победы? Ну, вот у меня ощущение, что я могу это в себе включать. Вот когда я позволяю себе это чувствовать, когда я позволяю себе раскрепоститься, но вот где-то вот у меня внутри прям вот зажим такой, что вот это нельзя, и мне приходится... Вот когда я вот это сбрасываю из себя, да, вот все получается. Вот, наверное, самая большая победа – это то, что я постепенно приучаю себя вот эту вот с себя какую-то вот зажатость сбрасывать и показывать какие-то эмоции. Я рада за нас с вами. Привычно, да. Это здорово. Хорошего вам дня, позитивного настроена целый день. И мы тогда с вами в пятницу. С вас отзыв и с вас в честь, о котором мы проговорили. До свидания. Продолжение следует...